Поцарапали машину? Сломали лавочку? Украли имущество? Позаботиться о безопасности поможет система видеонаблюдения от Интеркомтел 939393. Здравствуйте, программа Актуальна в студии Илья Лапшин. Сегодня в нашей беседе мы будем ознакомить, я уверен, очень многих с абсолютно для них новым видом спорта. Хотя отмечу, что областная федерация по кендо работает в нашей области уже чуть более 20 лет, и за этот такой продолжительный промежуток времени подготовила целую массу выдающихся спортсменов. Наши ребята были регулярно членами сборной России, мало того, выигрывали медали, призы на европейских первенствах. И успехи федерации, они отмечены на всероссийском уровне, ведь не случайно именно нашему городу, региону отдана честь провести всероссийский форум по кендо, который, кстати, подразумевает очень серьезную соревновательную часть. Кстати, о сроках и вообще программе этого форума мы поговорим как раз в ходе нашего разговора. А сегодня я представляю вам руководителя областной федерации Наталью Степанову. Наталья Борисовна, здравствуйте. Спасибо, что пришли и нашли время для этого разговора. Но вот я предполагал, что когда-то мы будем говорить о вашем виде спорта, но был уверен, что я буду говорить точно не с женщиной, а с мужчиной. Это во-первых. Во-вторых, сразу отмечу, что я действительно увлекаюсь очень многим видом спорта, разбираюсь в истории, но какая у нас была дискуссия буквально там за пять минут до начала этого разговора, я полез в справочники, а как правильно пишется кенда через е и вообще где ударение? Кенда или киндо? И смотрите, оказывается, можно трактовать по-разному. Ну, это я к тому, что и для меня этот вид спорта достаточно мало знаком. Так все-таки какая история, наверняка какая-то личная, что вы, я знаю, привезли этот вид спорта Иваново. Как все это было? Здравствуйте, Илья. Я очень приятно удивлена тому, что вы нас пригласили. Я с удовольствием расскажу вам о нашей работе, о своей работе, о том, как я занимаюсь кендой, как я его развиваю в городе Иваново. Кендой я начала заниматься 20 лет назад, да. В этом году нашей федерации 20 лет. В общем-то, интерес возник, наверное, из моих спортивных занятий до этого промежутка, когда я увлекалась карате. И мой учитель использовал в своих тренировках работу с мячом. И, наверное, в этот момент заложилась мой интерес, моя любовь к этому, как потом оказалось, виду спорта, который в России уже развивается больше 30 лет. А все-таки это действительно вид спорта? Или это какая-то такая, знаете, древняя японская философия? Как это на ваш взгляд? Конечно, все японские единоборства тесно связаны с философией. Они неразрывны. И, наверное, это особая такая ветвь во его изучение, которая привлекает людей. Потому что просто спорт, он достаточно скоротечен. И для людей, которые занимаются, становится неинтересен в какой-то момент. А философская составляющая позволяет достаточно долго идти по этому пути. Этот путь связан с развитием своим внутренним, прежде всего, с пониманием того, какими принципами жизненными я руководствуюсь. И он очень сильно помогает вообще по жизни. Изменили карате и перешли в киндо. Это вообще было как? Для вас очень сложно? Или это был такой постепенный переход? А вопрос лично к вам. И я думаю, что такие истории, они очень для многих спортсменов, которые, может быть, начинали с других боевых искусств, а потом почему-то выбирали именно ваш вид спорта. Ну, сейчас я уже думаю, что это логичное продолжение моих занятий карате. Потому что я уже занималась достаточно взрослым в возрасте. И мне стало интереснее другие аспекты, которые позволяли даже, несмотря на то, что уже мой возраст был за 20 лет, активно участвовать в соревнованиях, стать спортсменом. Я до сих пор являюсь прыгающим, так называемым, спортсменом. То есть я выступаю на соревнованиях, могу это делать. И киндо позволяет мне это делать. Сейчас зритель задаст вопросом. Киндо, киндо, а что это такое? Что это за боевое искусство, да, и в чем его суть, и какие вот основные правила, зачем должен следить зритель, и в чем он должен, во всяком случае, на начальном этапе разбираться? Ну, вот за многие годы я уже выработала определенный ответ на этот вопрос. И самое простое, что я могу сказать, киндо – это японское фехтование. То есть всем понятно, что такое фехтование в его европейском виде. У нас, по сути, то же самое. Это взаимодействие двух спортсменов, спортсменов, владеющих мечом и пытающихся нанести результативный удар, выиграть в поединке. Вот. У нас отличается экипировка, отличается внешняя одежда, форма, и отличаются команды. А по сути, это поединок. Вот. Ну, собственно, если мы рассматриваем это как спортивную дисциплину, да, то смысл нашего поединка – это первым нанести правильный технически выполненный удар. Всегда ведь первое общение, да, с новыми потенциальными воспитанниками и вашей федерацией, и школой, ведь у вас по киндо открылась буквально год назад. Ну, начинаете, наверное, с родителей, да, потому что они ведь могут привести к вам и со всех маленьких детей. Вообще, как все говорят, киндо можно заниматься чуть ли не с 4-5 лет, там, да, что мальчиком, что девочком. Родители, они приводят как раз заниматься спортом к вам? Или все-таки ищут вот те смыслы, о которых вы так немножко аккуратно рассказали в самом начале? По-разному приходят родители, у кого запросы у всех разные. Но на самом деле, конечно, привлекает, когда мы начинаем беседовать с родителями и спрашиваем, что же они хотят. Конечно, хотят, чтобы дети росли развитыми, физически развитыми, чтобы они могли становиться сильнее, быстрее. Это очень важная часть. И киндо удовлетворяет этим запросам, да? Однозначно, конечно, она раскрывает ребенка, дает возможность ему. Поскольку наш вид очень, скажем так, сложный координированный вид спорта. У нас координация рук, ног, еще предмет в руках, да, в виде мяча. И взаимодействие между двумя людьми. То есть тут достаточно большие такие процессы включаются для контроля, для самоконтроля. То есть спорт разбит на несколько, множество составляющих, я так понимаю, да? Конечно, конечно. Вот, и в этой подготовке ребенок начинает расти не только как спортсмен, да, но и мы еще подключаем, вот вы обозначили философскую составляющую, она никуда не денется, потому что японская традиция предусматривает и определенный вид ведения тренировок. И как построены упражнения, когда ребята друг с другом тренируются. И как построен сам процесс подготовки соревнований, например. Потому что киндо пронизано, конечно, по-восточному уважение друг к другу. Это очень важный аспект. Когда ребята на тренировках не соперничают, а сотрудничают. Они помогают друг другу и правильно освоить прием, и его выполнить, и продемонстрировать. Вот. И в этом уважении строится вся вот наша деятельность внутри. И родители всегда отмечают, как дети, занимаясь у нас, становятся более открытыми. Они становятся более, даже не то чтобы общительными, а умеющими находить контакт. Это, я считаю, очень хорошее преимущество в плане такого развития психического и нравственного у ребят. Они умеют дружить. Они становятся очень хорошими друзьями и командными игроками, несмотря на то, что у нас единоборство. Вот мог прослушать, а слово дисциплина у вас вообще прозвучало, когда вы характеризуете киндо, потому что это тоже ключевой момент. Момент там, да, если не философии, то во всяком случае в целях, которые вот это вот боевое искусство перед собой ставят. Может быть, еще и родители вот это привлекает, прежде всего. Однозначно, дисциплина, конечно, воспитывается и в спорте, и в киндо. В частности, и, ну, наверное, надеюсь, я не напугаю, даже есть отчасти такая военная дисциплина. То есть у нас каждая тренировка построена по определенному алгоритму. Ребята должны построиться, да, должны подготовиться к тренировке, экипировку, за собой должны быть аккуратны в одевании экипировки и в самой тренировке. То есть если при этом не будет никакой дисциплины, ну, если спустить на самотек, то сама тренировка вся разрушится. Поэтому дисциплина, конечно, они слушают, они учатся слушать, они выполняют то, что говорит тренер или наставник, или сенсей, как по-японски, вот, и в этой дисциплине формируют свой характер. То есть они смотрят, они внимательные, они концентрированные и обращены своим вниманием на то, что говорит старший. Вот вы говорите, наставник, ученик, да, один наставник, несколько учеников, справляется ли один человек вот с такой многозадачностью, которая вложена вообще в кенды? Потому что вы говорили, и координация там, да, и философские вот эти вот цели, и задачи этого вида спорта, и определенная физическая нагрузка. Разве один человек может вот в себе вмести все квалификации, которые вот потом передаст своему ученику? Или группа тренеров занимается с одним ребенком? Ну, конечно, конечно. Мы все-таки вот, мы пришли к этому этапу, когда у нас открылась своя школа, и это определенный коллектив, и в этом коллективе не я одна. Вот, у нас есть несколько тренеров, которые работают, мы совместно работаем, и совместно практикуем кендо, то есть мы же сами тоже тренируемся, и мы какие-то вещи обсуждаем, прорабатываем, и строим тренировки в необходимом формате. Вот сейчас в нашей... То есть ребенок может идти от одного специалиста к другому, да? Вот если мы с фигурным катанием ставим... Ну, скорее... Вот как-то сравним, хотя это не очень удача сравнения, но тем не менее там, да, когда готовится номер, всегда работает целая команда. Кто-то работает над хирурграфией, кто-то над школой непосредственно фигурного катания, кто-то занимается просто физподготовкой, там, одного спортсмена или пара. Ну, у нас немножко не так построен процесс, но каждый, конечно, наставник, каждый тренер вносит свое понимание того, как должен проходить тренировка. Это обязательно. То есть в этом, на самом деле, ценность есть. Потому что каждый несет свой опыт, свое понимание, да, мы уже вот много лет занимаемся этим видом, у нас, конечно, накоплен огромный опыт. И из Японии, мы ездили в Японию, и с другими командами тренировались, и по России тоже, и в судействе очень много принимаем участие. И мы все время пытаемся вот этот опыт ребятам передать. Соответственно, я передаю свой опыт, как могу. Главный тренер нашей сборной, Александр Геонидович у нас, Цуканов, тоже по-своему передает, и другие тренеры, а каждый вкладывает свою частичку. И на самом деле вот это обогащение взаимное, да, когда мы своим опытом делимся, оно наполняет ребят вот новыми знаниями, какими-то новыми подходами. Популярность любого вида спорта, любого искусства, оно зависит от его зрелищности. Вопрос к тому, зрители, а уж теперь вот надо поговорить, наверное, о конкретных сроках, когда будет проходить вот форум, и его соревновательная составляющая, как я вначале сказал. То есть сам форум, и вы мне подробно расскажете, в чем его суть, он начинается в пятницу, да, займет один день 25 октября, а 26-27 октября, это суббота и воскресенье, это вот как раз соревнования. Причем детско-юношеские соревнования. Надеюсь и уверен, что придут много зрителей, потому что это, во-первых, дворец спорта, есть там вся абсолютная инфраструктура, арена, да и атмосфера. Многие к ней уже привыкли. Они увидят зрелище, они будут понимать, что происходит вот на этой арене, они поймут, кто сильнее, кто слабее, и как вообще разворачивается ход поединка там, да, кто проигрывает, а кто выигрывает в данный момент. Это вопрос вообще к правилам, к судейству, и насколько они понятны, ну, стороннему наблюдателю, зрителю, от которого вы тоже во многом зависите. Давайте по порядку, да, много вопросов. Сам форум в этом году был поддержан наш проект фондом президентских грантов, и это большое масштабное мероприятие, мы первый раз его в таком формате будем проводить. И форум, который будет, начнется в пятницу, он направлен прежде всего вот как раз на проработку судейских навыков и судейские практики, которые будут в эти... То есть первый день для взрослых, да? Для руководителей, для судей, для тех, кто занимается с детьми, потому что вот первая часть это судейский семинар, вторая часть это круглый стол для руководителей, инструкторов, кто работает с детскими группами. Круглый стол для инструкторов, когда мы обсуждаем вопросы по набору детей, как детей удерживать, как их привлекать, как их тренировать. Вот эти вопросы мы будем в пятницу обсуждать. И суббота и воскресенье мы будем проводить уже сам турнир, сами соревнования. И, конечно, то, что Грант нам позволил и при поддержке Департамента спорта Ивановской области мы будем проводить на самой, наверное, красивой арене Дворца игровых видов спорта, которая позволяет и зрителям посмотреть, и спортсменам ощутить масштабность и красивость соревнований, что они пришли на красивые, серьезные соревнования. Участников у нас всегда очень много, и мы надеемся, что и зрители потянутся и будут смотреть. По поводу того, как это происходит. Конечно, наш вид очень зрелищный, и я думаю, что все, кто нас когда-либо видел, запоминают, потому что это внешний вид, это доспехи, которые на участниках, как защитная экипировка, это наши громкие крики, потому что требования нашего вида спорта, чтобы мы обязательно громко кричали, это не просто крик, это он направлен на определенные критерии удара, это проявление боевого духа, цаншина, вот это дыхание, это настрой противников, вот. И когда зрители смотрят, конечно, там стоят судьи, которые оценивают действия спортсмена флажками, и, в общем-то, понятно, когда произошел тот удар, который судьи считают валидным, тот, который защитывает, они поднимают флажок. И зритель может понять, что вот именно в этот момент произошло оцениваемое действие. Это несколько раундов до какого-то определенного счета? Да, до определенного счета поединок обычно длится 3 минуты в среднем, и спортсмен должен два раза нанести удар, который засчитает судей. Тот, кто первым это сделает, проходит дальше. Ну и, соответственно, становится в итоге кто-то победителем. Вы такую фразу сказали. На форуме будем обсуждать в том числе, как и удерживать детей в секциях. В вашем случае это в школе по Акенда. У меня есть ответ, может, шутка вам покажется там не совсем удачной. Детей можно удержать перспективно выиграть то или иное соревнование, когда они будут завоевывать медали. Ну, это только такая ремарка, значит, да. В большом счете это подготовка к вопросу. А как вообще формируется уважение ученика к своему учителю? То есть понятно, что ребенок, он хочет побеждать. Если ему его тренер или учитель дает такую возможность через какое-то время, это будет, безусловно, авторитет для него навсегда, наверное, на всю жизнь. Но это один из вариантов. Я думаю, что на самом деле причина в другом и как раз уважение должно проявляться не только от возможной победы. Ну, вы на самом деле осветили только одну часть вопроса. Победы на соревнованиях, медали – это очень важная часть любого спорта. И, конечно, многие достаточно ребята и взрослые идут в спорт для того, чтобы стать победителями. И это хорошо. И это то, что дает спорт, и он дает эту возможность. Но на самом деле, если мы будем зациклены только на таком результате, то это достаточно короткая дорога. мы все-таки стараемся открыть ребятам возможности не только развития, получая награды. И эта работа, прежде всего, над собой, как бы это ни звучало, детям не всегда это понятно, но они приходят в зал, они стараются, что-то не получается, они продолжают. Мы их поддерживаем, мы их направляем, и они работают над собой, чтобы быть лучше, чтобы у них получалось. Но доверие и уважение к своему наставнику, тренеру должно появляться А это совместная работа. Это совместная работа. Если ребенок чувствует, что тренер включен в эту работу, что он ему реально помогает, искренне, а мы это очень стараемся делать, потому что мы, на самом деле, с ребятами всегда дружим и стараемся быть ими не просто тренером, который счет идет на тренировке, а и по жизни помогаем, и какие-то мероприятия вместе проводим, и в лагере вместе живем, и какие-то проблемы вместе обсуждаем. Не только спортивные, но и жизненные, и школьные. И когда ребенок чувствует, что тренер проник к нему желанием помочь ему, не только получить медаль, то, конечно, он доверяет. И в этом плане вот это уважение формируется, его понимание, что в жизни ценные отношения. И есть отношения, в которых взрослый направляет, не просто директивно направляет ребенка, а у вас помогает ему, протягивает ему руку, поддерживает его. Это очень важно для формирования мотивации, включенность тренера, конечно. Смотрите, говорим о древнейшем японском искусстве. Япония, она сама по себе во многих смыслах уникальная страна, про нее можно сказать, ну, да, страна, где национализм, это может быть даже государственная идеология. Не хочу никаких смыслов, просто констатирую вот этот факт. Страна, которая во многом хочет закрыться от другого мира, но в то же время, пусть вербально это не выражая, но зная, что внутри, если ее какие-то практики, новации, да и вот сами единоборство, которому уже около тысячи лет начинает распространяться по всему миру, конечно, воспринимает это не как должное, а с таким вот, знаете, ну, каким-то внутренним, конечно, удовольствием. Конечно. Да? Здесь спора нету. Смотрите, так бы я проговорил, вы бы подтвердили года три назад, сейчас ситуация немножко другая и не самые лучшие на государственном уровне отношения между странами, но я думаю, что на личных контактах это никак не отразилось. Во многом, потому что вы пропагандируете Кенда в Ивановской области и вам за это благодарны. Или есть другие еще какие-то причины? Конечно, японцы, вот они, скажем так, с удовольствием принимают то, что их традиционные виды спорта, они распространяются по миру. И они берегут их, и традиции, включенные внутрь самого единоборства, они очень тщательно охраняют. В этом, наверное, вот этот национализм, как вы выяснили, высказали, наверное, есть. И, в общем-то, вот эти традиции, они очень четко сохраняют и транслируют для нас. Но при этом... То есть, они не допускают какой-то интерпретации вашего своего вида спорта? Да, да. Здесь все жестко, наверное, да? Ну, я бы не сказала, что это жестко. Но все равно могут поправить, да? Транслируют, да. Они транслируют предельно конкретно и следят за тем, чтобы это было именно так, как на родине было создано. То есть, никакого люфта они в понимании своего искусства не допускают. Да. К слову сказать, вот японская федерация, вся японская федерация кенда достаточно категорично отрицательно относится к тому, чтобы кенда стремилась в олимпийское движение. Именно для того, чтобы сохранить традицию. Вольно как. Да. Традицию. И это вот такая важная часть. Ну, это можно принимать, это можно не принимать, но это их невидение. Собственно, это не мешает нам никаким образом не участвовать в соревнованиях, не развиваться дальше. Это не отпугивает ни детей, ни их родителей, да? Нет, потому что... Бывает так, традиционно выбирают олимпийские виды спорта. Ну, они имеют право, как говорится, у них своя дорога. Поскольку мы развиваем, стараемся развивать не только спортивные качества, но и внутренние составляющие, да? И она порой бывает перевешивает спортивные достижения, потому что кендо в Японии занимается очень много, скажем так, людей уже не спортивного возраста. Вот. Мы когда были в Японии, у меня очень поразило, когда нам организовали с детьми, мы были по русско-японскому обмену. И нам организовали общегородскую тренировку. И на эту тренировку пришли из города представители разных клубов. Вот. И там пришли люди совершенно разных возрастов. И в том числе очень глубокие бабушки и дедушки. И они на ревне с молодежью с нами практиковали, показывали. Дети, мои дети очень были этим, скажем так, удивлены, что люди в таком возрасте способны практиковать совместно с молодежью. И это, наверное, фишка кенда, которая позволяет увидеть, что спорт не закончится. И можно дальше развиваться уже, скажем так, по своей личной траектории, индивидуальной, находя какие-то стороны для себя, открывая. Такая небольшая ремарочка. Смотрите, сейчас эти контакты, объективным, субъективным причинам, они, к сожалению, несколько утрачены. Мы на периферии не можем, как страна, попасть по развитию этого вида спорта? Ну, смотрите, на самом деле ситуация, конечно, сейчас в мире, сами понимаете, разная. Но на личных контактах и на развитии самого кенда внутри России никаким образом не влияет. Мы ищем какие-то новые возможности выхода не в Европу, так в Азию. В этом году наша сборная ездила в Китай, на выступлении очень успешно выступила там и показала, что Россия, в общем-то, продолжает развиваться и у нас много достойных спортсменов, которые могут представлять Россию. Сказать, что это элитный вид спорта, может быть, подчеркнув только то, что он может дать. Мы вот с вами в начале разговора обсудили, что это спортивные какие-то успехи и спортивные навыки. Это одна только часть этого вида. А все-таки то, что становится ребенок более дисциплинированным, внутренне собранным, готовым к любым проблемам, он не отступит, пойдет дальше решать свои проблемы. Это то, что вот ценность дает наших тренировок. Это для родителей вот, наверное, будет плюсом. Я бы вот на это обратила внимание. А по поводу травмоопасности, у нас, поскольку используется защитная экипировка, она полностью исключает какие-то, скажем, опасные для здоровья травмы. Совсем. То есть у нас нету ни нокаутирующих ударов, у нас силы вообще не считается. Критерием удара у нас скорость, резкость и точность. И тут, соответственно, эти качества мы и стараемся вырабатывать. Ну, экипировки вы тоже ведь за решающие значения такое придаёте. Это дорого, сам меч, двухручный, это тоже ведь, наверное, там, да. Сейчас представлены, конечно, разные виды. На нашем школе экипировка есть. Мы её предоставляем ребятам для занятий, вот, и на самом деле нужно только желание, чтобы прийти попробовать и посмотреть, подходит или нет. Вот, поэтому я бы не стала сейчас акцентировать, что это как-то вот прямо сразу нужно что-то купить, и это очень дорого. Если есть желание, если есть какой-то интерес, надо приходить и пробовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова